Какие могут быть эмоции после того, когда в дебютном матче, в присутствии многочисленных болельщиков в Сочи, в прекрасном городе, команда выиграла свой первый матч в профессиональном статусе? Естественно, это самые большие эмоции, это непередаваемые эмоции, это то, что дает ту возможность и, наверное, правильно будет сказать, те эмоции, которые заставляют тебя дальше работать и позволяют смотреть на будущее с оптимизмом. Наверное, это нормально, это футбол, это игра, нельзя всегда выигрывать, нельзя всегда побеждать, всегда должны быть, наверное, какие-то поражения для того, чтобы в дальнейшем были победы. Мы это где-то в какой-то степени ожидали, конечно, хотелось бы более лучше начать сезон в чемпионате, но так получилось, что по разным причинам, наверное, то, что мы только стали профессионалами, то, что был быстрый переход с любителей на профессиональную, что все проходило в таком скоростном, быстром режиме, наверное, какой-то опечаток в этом отразился. Поэтому такой результат был вначале. Когда мы ехали играть в Армавир, мы понимали, что мы едем к очень серьезному сопернику, у которого стоит задача, но у меня, я всегда на такие матчи еду, вообще, в принципе, на любые матчи, когда еду, у меня всегда есть внутри понимание, что мы не должны там сегодня в ничью сыграть или там проиграть, но достойно сыграть, всегда едем за победой. И в данном случае то, что у ребят был такой настрой, то, что это был, можно так сказать, наш день, такое бывает, мы показали своей игрой, доказали своей игрой, что у нас прекрасная команда и, наверное, может быть, одна из немногих игр, где мы действительно были одной командой, смогли выиграть этот матч. Я всегда верю в свою команду, верю в ребят, если бы такого не было, если бы не было бы веры, наверное, бы и не создавали команду. В данном случае обратно мы ехали к лидеру, был абсолютно стопроцентный настрой. Ну и надо признать, что в этом матче, наверное, у нас получилось все, потому что по первым 10 минутам, я бы не сказал, что у нас какая-то была перспектива в этой игре, но за счет самоотверженности, за счет желания, наверное, концентрации и, естественно, везения мы в этой игре победили. Произошли некоторые, наверное, моменты в команде, в клубе, где-то кто-то перегорел, где-то какие-то были допущены ошибки. В принципе, если констатировать полностью отрезок этого чемпионата, то шестое место – это достаточно хороший результат. Но с другой стороны, те игры, которые мы видели, и где мы выигрывали, и где проигрывали, то претензии, конечно, были и к тренерскому штабу, и к самим игрокам, ко многим. Потому что не до конца, мое мнение, была самодача в каждой игре, где-то недооценивали соперника, где-то думали, что пройдем легко. Ну, по разным причинам повлияло на то, что концовку мы закончили не очень хорошо. Поэтому я думаю, что в будущем мы сделаем какие-то корректировки, уберем те ошибки, которые допускали. И я думаю, что второй этап, весенний этап чемпионата мы уже пройдем более стабильно. Нормальная ситуация. На быструю руку набирали людей, в принципе, брали тех людей, которые остались. Поэтому, в принципе, и процесс просмотра, наверное, нельзя было посмотреть их за полмесяца в июне. Пришлось в течение сезона первого этапа осеннего просматривать людей, кто на что способен. В результате этого, в принципе, у нас были с этими ребятами договоренности, практически со всеми. И в результате того, что мы увидели, мы с ребятами абсолютно нормально расстались. Мы ищем абсолютно просто-напросто другую концепцию подхода к клубу. И остались именно те люди, на которых мы рассчитываем, что они будут действительно нести имя нашего футбольного клуба. Поэтому и произошли такие ротации. Надеюсь, что в будущем такого не будет. Хотя это футбол, это вторая лига. И те, кто не будет подходить под наши какие-то определенные концепции, всегда такое может случаться. Но будем надеяться, что будем меньше делать ошибок. Каждым годом все меньше и меньше. Во второй части сезона ожидаем то, что это уже будет более-менее понятные люди, футболисты. То, что будет абсолютно новый тренер с четкими пониманиями, задачами, которые будут перед ним подставлены. Перед ним и перед командой, и перед тренерским штабом. Сделали определенные выводы из осенней части. И думаю, что достойно предстанем перед нашими болельщиками в весенней стадии. И достойно завершим первый наш профессиональный сезон в профессиональной лиге.